Продолжение следует... Продолжение следует... В Европарламенте произошел крупный коррупционный скандал, и евродепутат от Греции Ева Кали стала одной из фигурантов этого дела, и уже подписан ордер на ее арест. И это все связано, как ни странно, с Катаром. И в чем обвиняют ее и других подозреваемых? Речь идет об отмывании денег и коррупции. Пока не называются имена других, ну не обвиняемых, скажем, подозреваемых, да, пока суда не было, мы не имеем права назвать их обвиняемых, но подозреваемых, вот. Ну вот главный фигурант это евродепутат от Греции, как я уже сказал, Ева Кали. Уже задержан на 6 человек по подозрению в коррупции, это сделала бельгийская полиция. И в ходе обысков были изъяты компьютеры, мобильные телефоны и 600 тысяч евро. Ну, может, 600 тысяч евро не такая крупная сумма, но все-таки впечатляет. Вот, ее, естественно, отстранили. Женя, как мне когда-то сказал один коллега из России, когда я ему объяснял, за что у нас предъявляли нашему премьер-министру, бывшему, Бениамину Натаньягу, а до этого Иуду Ольмельту я называл суммой, он так удивился. Он сказал, вы знаете, у нас в Москве за такую сумму даже, ну, какой-нибудь там начальник, мелкий начальник, ну, бывшего ЖЭКа, там они теперь по-другому называются, не станет даже пачкаться. Да, поэтому вот та сумма, которую вы назвали, конечно, не впечатляет. Ну, вас там разбаловали, да. И ее, естественно, сразу же исключили из социалистической партии, но это общая такая практика. Это, по-моему, во всех странах так делается, да, когда кто-то становится замазанным, грубо говоря, в каких-то неблаговидных вещах, сразу его исключают, как-то дистанцировался, сказать, что нет. И, кстати, то же самое произошло, вот вы знаете, в Германии недавно была попытка неудачного переворота, и сразу депутат от Альтернативы до Германии сказали, бывший депутат, они сказали, что мы ее сразу исключаем из партии, чтобы как-то от этого дистанцироваться. Но, действительно, этот скандал в Европарламенте очень громкий, и давно, я давно не помню, чтобы были подобные какие-то такие сообщения, но то, что вы правильно с чего начали, что коррупция есть везде, но вот такие вот события, мне кажется, что это наводит на размышления, что не все так хорошо. Но помните это знаменитое выражение, что в Греции все есть? Я так понимаю, что не все есть в Греции, раз депутат от Греции все-таки пошла на такое должностное преступление. Жень, ну я вам обещал, что буду говорить гадости сегодня. Кто-то из известных, я не буду называть фамилию, известный довольно-таки экономист с мировым именем, в свое время сказал, что Греция – это страна пастухов, обманом пробравшаяся в Евросоюз. Ну вот пастухи дают о себе знать. О, вы как раз хорошо напомнили, я расскажу маленькую такую байку именно о Греции и о пастухе, прямо в точку попали. Значит, сидит в Греции такой дедушка и пьет кофе. К нему подходит молодой человек и говорит, дедушка, я знаю, что у тебя есть отара овец, я могу стать таким чабаном, платить мне не надо, только мне давай каждый месяц по две овцы. Ну, ударили по рукам, проходит некоторое время, они у тебя встречаются, дедушка опять сидит, пьет кофе, подходит этот албанский юноша, и дедушка спрашивает, а как там мои овцы? Он говорит, а это уже не твои овцы, это уже мои овцы, потому что ты каждый раз давал по две овцы, и уже все, вся тара моя, а ты можешь продолжать пить кофе. Вот это по поводу Греции, собственно, анекдота. Ну, Греция на самом деле красивая страна, я там недавно был, но тем не менее, давайте перейдем к Ангеле Меркель. Ангела Меркель призналась, если можно так выразиться, что Минские соглашения, которые в свое время были при ней подписаны, она не собиралась выполнять, или не только она, но и те, кто его подписывал. Правильно ли я понимаю ее откровение? Ну, вы слишком так огрубляете, но смысл примерно такой, что эти Минские соглашения служили такой вот промежуточной такой вот стадией для того, чтобы Украина набрала военную мощь и силу, и что, собственно, они помогли Украине это сделать, увеличить свою обороноспособность. Естественно, в России это было воспринято все очень так, как всегда, да, с таким вот, не то что непониманием, но... С энтузиазмом. Да, и этот цинизм, конечно, всех убил. Вот, например, господин Володин сказал, что раз Германия себя так повела некрасиво, то Германия и Франция пусть выплачивают теперь репарации Донбассу, раз вот так вот они себя повели. Ну, что я могу сказать? Все догадывались, да, что Минские соглашения, это такой вот, не то что дымовая завеса, но это какое-то такое вот строение, оно изначально было какое-то такое ненастоящее, какое-то такое бутафорское, в связи с тем, что в этих соглашениях присутствовали подписи вот этих двух представителей, так скажем, мягко непризнанных на тот момент республик. Причем самое интересное, что вот эти подписи были просто фамилии этих людей, даже без должности. Просто там было написано Плотницкий и было написано Захарченко, который на тот момент был еще жив-здоров. То есть в любом международном каком-нибудь приличном заведении сказали, извините, ребята, ну кто это, кто это такие вот эти два субъекта, что они, собственно, представляют. Они, вот изначально был подвох, понимаете, в этом. Если бы эти договоренности были подписаны между Россией и Украиной, это один разговор. Но так как там была вот эта третья сторона, это создавало вот эту коллизию. Потом с ними вообще нельзя было договариваться, потому что они были вне закона, вот эти представители так называемых ДНР, ЛНР. Так что там сразу была патовая ситуация. Но благодаря этим минским договоренностям почти восемь лет продолжалась вот эта история. Я вот, по-моему, приводил у вас пример. Это напоминает мне тренажер. Когда ты сидишь на велосипеде, у тебя полное ощущение, что ты едешь, ты крутишь педали, какое-то идет движение, но с места ты не двигаешься. Вот то же самое, это были минские соглашения, и все прекрасно понимали, что они тупиковые. И еще такой момент, на который я хочу обратить внимание, там не было конечной какой-то стадии. То есть там не было написано, что они должны быть приняты до такого-то числа, такого-то года. И они постепенно продлевались. И это такое было, знаете, пробуксовка всего. И все видели, что там нет, знаете, как лебед, рак и щука, что согласия нет. И Запад пытался как-то быть вот таким вот буфером. Но то, что Россия была заинтересованной стороной, мы прекрасно это все понимаем. Хотя помните эту знаменитую фразу, которая стояла мимо, нас там нет, они там были, и уже это все прекрасно знают. Так что у этих минских договоренностей, честно говоря, не было никакого шанса быть исполненными. Это понимали все прекрасно стороны, но делали вид, что можно еще что-то сделать. Жень, так что значит они все понимали? А что же тогда Володин возмущается? То есть Россия тоже понимала, что непонятно, с кем подписаны эти соглашения. То есть понимали, что с юридической точки зрения это ничего не значит. И тем не менее на эти соглашения ссылались. А теперь вот когда бабушка Меркель проговорилась, все сделали удивленные глазки и сказали, как же так, нас обманули. Ну понимаете, Россия вела такую хитрую двойную игру. С одной стороны, они говорили, что мы незаинтересованная сторона, а мы типа миротворцы или там какие-то парламентеры. Но мы же прекрасно понимаем, что Россия была заинтересована в том, чтобы создать на Донбассе такой вот анклав пророссийский и расшатывать Украину изнутри. То есть цель России была сделать своих представителей, то есть они там и так уже были. То есть это понятно, что вот эти руководители, так скажем, они были несамостоятельными фигурами, это все прекрасно понимают. Но у России почему-то были иллюзии в связи с появлением Зеленского, что его можно будет через коленку перегнуть, что он там КВНчик, как матч, и он несерьезный какой-то человек, и мы его продавим. Вот так вот. Ну, кстати, Жень, когда Зеленский шел на выборы, и уже и после выборов тоже, он неоднократно повторял, что он готов хоть завтра сесть за стол переговоров с Путиным, причем без всяких предварительных условий. Он это подчеркивал, но тогда отказывался России. В том-то и дело, вот в какой-то момент Путин сказал, что его вообще вот этот вопрос не интересует, но хотя, по-моему, до осени прошлого года еще были какие-то консультации. Вот мы с вами делали передачу, помните, приезжал Казак, Берлин, его после этого, кстати, совсем отлучили от этих всех донбасских дел. То есть какие-то шевеления были, но все, ну мы же взрослые люди, мы понимаем, что это нереально исполнить вот эти все, когда говорят, Украина говорит, сначала лошадь, потом телега, а Россия говорит, нет, сначала телега, потом лошадь. Нет, нет точек соперекосновения. Поэтому то, что сейчас Меркель проговорилась, это может быть звучит цинично, но так оно и было. Но с другой стороны, на тот момент не было никакой альтернативы этим Минским соглашениям. И они были вынуждены, и Петр Порошенко пошел на это, чтобы прекратить огонь, это понятно. Но сказать вот даже сейчас, через 8 лет, сказать, что был другой какой-то план, Б, я не вижу его. Даже из далекого 2022 года. Да, действительно, конечно, все тут замешано на большой человеческой трагедии. Все это длится, это все ужасно. Жень, хотел бы, так сказать, в завершение нашей программы поговорить немножко о приятном. Германия, ну и вся Европа сейчас в преддверии рождественских праздников. Мы помним, к сожалению, что и в прошлые годы всегда на Рождество есть повышенная, так сказать, опасность террористических актов. Полиция приводится обычно в состоянии боевых готовностей. Что происходит сейчас? Как полиция готовится к Рождеству? Ну, я вот как раз недавно был на Рождественском базаре у нас в Аутбурге. Полиция там действительно дежурила, но все в штатном режиме. И дело в том, что из-за коронавируса несколько лет не проводились эти Рождественские базары. И у людей видно, что большой интерес к этому. И несмотря на то, что цены немножечко, так сказать, кусаются, тем не менее полно людей. Ходят, смотрят, там продают разные сувениры ручной работы. Глинтвейн, как всегда, пунш, еще какие-то там сосиски. Ну, в общем, весь джерменский набор. Что касается теракта, вот, к сожалению, буквально накануне в Дрездене, вы, наверное, знаете, произошел такой вот, ну, я не могу сказать, что это террористический акт, но такой вот инцидент со стрельбой. И вот этот стрелок был ликвидирован в ходе операции. Он успел захватить двух людей. Слава Богу, обошлось без жертв среди мирного населения. Потом сказали, что вроде у него какие-то были проблемы с психикой. Но я обратил внимание, что вот эти инциденты, примерно 80% всегда говорят, что люди неадекватны. Тогда возникают вопросы к врачам, почему эти люди среди нас. Но я не видел каких-то повышенных мер безопасности. И вот сейчас как раз в эти дни исполняется год президентства, канцлерства Шольца. Вот. И два слова хочу сказать. Вот он себя очень высоко оценивает. Он считает, что он прямо чуть ли не там душка. И все у него хорошо. Это прекрасно, да? Когда человек сам себя высоко оценивает. Что может быть такое? Да, он с собой. Вот как-то написали, что он с собой в гармонии находится. Просто хочется позавидовать ему. Потому что у меня, собственно, отношение к нему не такое лояльное. Я считаю, что он мог больше сделать. И когда он опять говорит в очередной 115 раз, что с Путиным надо продолжать говорить. У меня большие вопросы по этому. Ну, ему, естественно, не повезло, что его канцлер выпала на, скажем, военные годы. Но, насколько я знаю, в обществе немецком к нему есть определенные вопросы. И обратили внимание, что он вот такой вот лавирующий канцлер, который пытается угодить вашим и нашим. Но мне кажется, что у него не хватает вот таких вот волевых качеств для такой должности. Но, опять же, если бы это было мирное время, к нему, может быть, не были такие повышенные требования. Но сейчас, когда время вызовов, нужно быть более жестким, а он пытается как-то вот лавировать. Главное, чтобы он выловировал. Выловировал. Да, да, да. Лавировал, лавировал, да не выловировал. А скажите, кстати, вот по поводу, значит, раз уж мы заговорили о Шольце, о его, так сказать, лавировании. Ходили разговоры о том, что Германия приняла решение о поставках своих танков «Леопард» в Украине. Это утка или об этом продолжают серьезно рассуждать? Продолжают говорить, но еще, я так понял, окончательного решения нет. Но добро есть. И еще вот последний, я вот сегодня коснулся этого несостоявшегося переворота. Я считаю, что там было все предотвращено. Но это тоже как-то косвенно говорит против Шольца. Значит, есть какие-то недовольные. Хотя вот эти Рейхсбюргер, это вообще отдельная какая-то статья. Мне кажется, это люди не совсем адекватные, если они до сих пор пребывают в каком-то своем мире. Но, с другой стороны, даже если вот гипотетически предположить, что все бы удалось, захватили бы власть, они, опять же, есть Евросоюз, есть НАТО, есть другие страны. Просто бы другие страны не признали бы это новое правительство, вы сказали, оно нелегитимно, поэтому мы прекращаем всякое сотрудничество. Так что, мне кажется, что эта сама идея была совершенно неосуществимой, даже если учесть, что это бы удалось во всех федеральных землях, хотя вы видите по количеству арестованных, видно, что это очень малочисленная группа. И слава богу, что в обществе немецком нет такого... И никто бы ее не признал, собственно, общество бы отвергло вот этих маргиналов. Ну да, маргиналы, они и есть маргиналы. Мы выпускаем на них программу на эту тему, значит, о теориях заговора с Давидом Эдельманом, с которым вы хорошо знакомы. Итак, господа, спасибо, Евгений, спасибо за вот это сообщение. Наша программа подходит к концу. Мы беседовали с Евгением Кудрецым, журналистом, нашим коллегами, журналистом из Германии. А я, Александр Гурария, прощаюсь с вами. Ну, тех, кто празднует христиан с наступающим Рождеством, православных христиан, еще у них есть время до января месяца. А мы на этом завершаем нашу программу. Всего доброго. До свидания. До свидания.